Минфина 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 Одночасно мы начинаем штрафовать все автомобили, которые не подпадают под пельговую категорию. Это действительно последний шанс, это действительно последний крок. Проблеме евроблях уже около пяти лет. Резкое ухудшение экономической ситуации в 2014 году, высокие ставки растамаживания поддержанных авто плюс тотальная коррупция на границе привели к тому, что страну заполнили сотни тысяч, если не миллионы, и на марок с регистрационными номерами Польши, Литвы и других европейских стран. Покупатели таких машин создали общественные организации и начали системно давить на власть. В том числе не единожды перекрывали правительственный квартал в центре Киева. В итоге государство пошло на уступки. В 2018-м ставки на растаможку временно снизили на 50%. Было легализовано более 120 тысяч авто, а бюджет получил 7,5 миллиардов гривен. Это был пряник. Кнутом стали космические штрафы для тех, кто решил еще подождать – 170 тысяч гривен. Но до их массового применения не дошло. Евробляхеры смогли заставить уже новую власть пойти на новые уступки. Штраф снизили в 20 раз – до 8,5 тысяч гривен. В Минфине были против законопроекта. По расчетам ведомства, если большинство евроблях растаможат по новой льготной схеме, бюджет недополучит более 13 миллиардов гривен. Но проблема евроблях – это не только про экономику, но и про справедливость. Ведь выходит, что с каждым разом условия растаможки становятся все лучше, а те, кто первыми поверили государству, оказались в проигрыше. К тому же, по новым правилам не важно, завез ты старенький Opel или пятилетний Mercedes-Cube, стоимость авто в новой формуле не учитывается. Это фактически покарание людей, которые честно, щиро заплатили все необходимые податки, когда возили свои оптицы в Украину. Мы этим законам даем снижки и даем стимули для людей обманываться государством. Фактически лица, которые нарушили закон, их освободили от ответственности. То есть все идиоты, а вот есть там пять десятков, десять десятков, тысяча, две-три тысячи людей, которые считают себя умнее всех и могут нарушать закон, при этом горлопаня в дальнейшем уходить еще и от ответственности. Это нехороший пример для всей страны, нехороший пример для государства, для государственной власти. Закон несправедлив не только к тем, кто уже растаможил авто, но и к тем, кто лишь собирается пригнать иномарку с Европы. Ведь льготные условия получат только те, кто завез автомобиль до конца 2020-го. А за все авто, завезенные с 1 января 2021-го, нужно платить, что называется, по полной. Пошлину, НДС и обычный, а не льготный акциз. Поэтому история с евробляхами хоть и плохой пример для государства, зато хороший урок для других групп интересов. Скажем, частных предпринимателей, которые отчаянно борются против кассовых аппаратов и других инициатив власти. Под давлением массовой силы власть уступает, решая проблему не для общего блага, а для тех, кто напористее.